Сегодня мы протестируем видеокарту AMD Radeon R9 380 Даже не сомневаемся, что для игры в Full HD на максимальных настройках Ее возможности более чем достаточно Но эти тесты мы обязательно прогоним Но самый интересный вопрос, на который мы постараемся ответить Достаточно ли ее для игры на максимальных настройках с разрешением 2560 на 1440 и 4K? На день съемок за карточку просят около 200 уе или 13 тысяч рублей Версия на 4 гигабайта, как у нас, обойдется на 2 тысячи рублей дороже Карточка работает тихо, а в простое вообще бесшумно Как оно и должно быть Тепловыделение умеренное Заявленный теплопакет в виде ускорителя 190 Вт Против 250 Вт у R9 280X И 200 Вт у своего прородителя Radeon 7950 R9 285 также имеет теплопакет 190 Вт Все три видео ускорителя R9 380, R9 285 и Radeon 7950 Базируются на идентичном или практически идентичном графическом процессоре Но сами видеокарты сильно отличаются обвесом Объемом памяти, частотой памяти, частотой графического чипа Рядом оптимизации, направленных на улучшение работы с памятью И уменьшением энергопотребления По всем этим параметрам R9 380 превосходит и 285, и Radeon 7950 Чем обеспечивает более высокую производительность В преимущество 7950 можно было бы занести более широкую шину 384 бита против 256 Однако для карточек среднего уровня шина на 256 бит на сегодня достаточно В качестве тестового стенда мы используем систему с процессором Core i7-6700K и 16 гигабайт DDR4 Игру устанавливаем на SSD Таким образом мы рассчитываем добиться максимальной производительности, которая способен обеспечить видеоускоритель Все игры и тесты прогоняем на версии R9 380 Производство компании Sapphire С объемом памяти 4 гигабайта В сравнении с референсной карточкой она получила разгон по ядру на 40 МГц До 1010 МГц И разгон по памяти на 50 МГц До 1050 МГц Как видите, карточка прекрасно себя показывает в разрешении Full HD На максимальных настройках все протестированные нами игры абсолютно неиграбельны В большинстве игр средний фреймрейт не опускался ниже 60 FPS Только Ведьмакт идет со средним фреймрейтом около 33 А AC Unity около 48 FPS Для обоих игр этого достаточно А вот с разрешением 2560 на 1440 для обеих игр придется снизить ряд графических настроек Иначе играть будет уже некомфортно Все остальное уверенно работает с фреймрейтом от 30 кадров в секунду Project Cars демонстрирует отличную оптимизацию Даже с разрешением 4К он все еще остается играбельным на максимальных настройках Для всех остальных проектов придется снижать либо качество графики, либо разрешение Другой вариант – разгон, но об этом чуть позже В синтетическом тесте 3DMark FireStrike R9 380 набирает 7453 балла А в Ultra – 1912 баллов Посмотрим, какие результаты будут после небольшого оверклокинга Мы разогнали ядро с 1010 МГц до 1150 МГц А память с 1450 МГц до 1618 МГц После этого в 3DMark FireStrike мы получили 7 764 балла А в Ultra – 1 977 баллов Прирост производительности в играх после разгона составил до 27% Что касается сравнения с конкурентом из стана Nvidia Это GTX 960, то 380 в большинстве задач покажет более высокую производительность Это касается и игр Но на стороне Nvidia будет более скромный теплопакет – 120 Вт Ну, соответственно, производительность чуть ниже Так что выбор всегда за вами В следующем видео поговорим о Radeon R9 390X Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова